17 июля Русская Православная Церковь чтит память святых царственных страстотерпцев. В этот день по благословению настоятеля Храма Рождества Христова, Братарея Александра Игнатова, казаки Рождественской Полусотни ХКО имени Атамана Величко приняли участие в Божественной Литургии в Кафедральном Соборе города Гильджика в честь святого апостола Андрея Первозванного. Казак без православной веры не казак. В основе образа жизни казака прежде всего лежит любовь к своему Отечеству, а фундаментом образа жизни является православная вера, принадлежность к Церкви, следование ее канонам и участие в церковных таинствах. В этот день казаки, а некоторые приехали вместе со своими семьями, совместно помолились за Божественной Литургией, прославляя Христа. Как важно понять всем, что нет ничего на земле выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии, как говорил святой, праведный Иоанн Кронштадтский, что во время литургии сам Бог особенным, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми. Как важно ходить на литургию всем, тем самым исполняя заповедь Бога, шесть дней работы и делая всякие дела Твоим, а день седьмой посвяти Господу Богу Твоему. И каждый из вас, у каждого из всех сил, кто будет там, он к Богу возвращается, путями, которые оживляет нам Иоанн. Поэтому, дорогие мои, хочу посоветовать вам, почитайте Иоанн. И не смотрите, что кто-то не читает, не смотрите, что кто-то не ходит, не смотрите, что кто-то не молится, не смотрите, что кто-то блудит и живет совсем другой жизнью, как будто Бога нет. Итак, наша задача – самим жить так, как мы верим. Мы уже верим, что мы есть. Казаки за божественной литургии участвовали в пении ктеньи и антифонов. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя святой, чтений святоатических поучений. Почитают за преданность Богу, за мученичество, за то, что они дали пример настоящих руководителей страны, которые относились к ней, как к своей родной семье. Большинство казаков исповедались и приступили к причастию, чем проявили христианскую любовь к воскресению Христову. За время этой поездки казаки из Рождественского храма встретились с казаками Геленджика. Это действительно очень радостное событие для нас. Мы принимаем наших братов с Краснодара, Екатеринодара, столицы нашего кубанского казачьего войска. Мы видим, как живете вы. Вы увидели, как живем мы. Мы научились чему-то друг у друга. Это было для того, чтобы кубанское казачье войско в дальнейшем развивалось. Мы с вами молитвенно объединились. Мы с вами увидели, услышали, как вы замечательно поете песни. Это потрясающе просто. Я, как атаман первичной организации, для себя выявил очень много интересного на самом деле. И, скорее всего, по вашему опыту буду внедрять это у себя. По завершению богослужения казаки разделили братскую трапезу. пообедали, спели казачьи песни. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сейчас, в наше трудное время, казачество – это казак без веры, не казак в первую очередь. И такие поездки, они очень вдохновляют. Побывать в воскресный день на литургии в таком храме – это, наверное, чудо, которое нам сотворил Господь. Мы всеми казаками поучаствовали в литургии, поучаствовали в песнопениях на литургии и причастились к святых крестовой тайн. Такие выездные совместные литургии рождественских казаков становятся благочестивой традицией, которая только способствует укреплению дружеских отношений, взаимоподдержке казачьих объединений, возобновлению казачьих традиций. Вера вечна, вера славна, Наша вера, вера славна. Христос посреди нас! Есть и будет!